Добрый день! Вы смотрите итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 10 июня, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Осенью в Корсунском районе откроется новый детский сад. Ремонт Ленинского мемориала и новая развязка президентского моста в Ульяновске работают члены Совета Федерации. В Центре профпатологии завезли новое оборудование для занятий ЛФК. Сегодня в регионе работают члены Комитета Совета Федерации по экономической политике. В том числе они посетили Ленинский мемориал, где сейчас полным ходом идет капитальный ремонт. Виктория Черкова подробнее. Аппарат Совета Федерации познакомился с Ульяновской областью. Председатель Комитета по экономической политике Андрей Культепов вместе с главой региона посетил Ленинский мемориал, где идет капитальный ремонт. Делегация прошла по этажам, осмотрела готовность отделки и коммуникаций. Малый зал для органной и камерной музыки уже готов. Осталось привезти орган из филармонии. Его переселением должна заняться немецкая компания, которая создала инструмент. Планируется также и создание выставочного пространства. По мнению Андрея Культепова, мраморная жемчужина советской эпохи может привлечь туристов в Ульяновскую область. Главное – правильно организовать работу. Если мы сможем сейчас организовать на базе данного мемориального комплекса достаточно хорошие, на хорошем уровне выставки, посещаемость увеличится в несколько раз. Это говорят об этом цифры. Поэтому не надо терять ни дня. И после того, как только будут подписаны документы о вводе данного объекта, к этому моменту должны быть сформированы планы на ближайший год-два-три. И каким образом? Это каждый день должен этот объект работать. Глава региона Алексей Русских Солидаринск-Утепов. В связи с ПИД-обстановкой внешний туризм позиции сдал, однако внутренний начал развиваться. На этой волне необходимо привлечь в наши края соотечественников. Как только границы откроют, будем привлечать иностранных путешественников. Я считаю, очень будет якорным для привлечения туристов. А дальше будем смотреть, каким образом привлечь, когда откроются все международные маршруты в полной мере. Конечно, и Китай, и Вьетнам. Для них это очень знаково. Далее первые лица посетили президентский мост. На данный момент строится второй пусковой комплекс, расположенный на 13 километров дороге Ульяновск-Димитровград-Самара, до пересечения улиц Оренбургской и Врача Михайлова. Объект скоро будет готов. Движение откроют в августе. В завод же сенаторы и представители региональной власти посетили кузницу кадров, межрегиональный центр компетенции на базе Овецеонного колледжа. Напомним, в объект вложено более 250 миллионов рублей из федерального бюджета и более 405 из регионального. На эти средства обустроена современная лаборатория для учеников. Гостей встретили студенты и руководители учреждения. Начали с презентации проектов, продолжили экскурсии по мастерским. Во время обхода будущие автомеханики, электрики и другие специалисты продолжали оттачивать свое мастерство. Позже директор учреждения поделилась с гостями своей мечтой. Мы хотим создать такой общий кампус с общей генетикой, со спортивным городком, с кинотеатром, с такими мастерскими. Это концепция деятельности нашего. То есть у нас есть пути, есть взгляд, как будет работать большой комплекс. Также в план мечты входит строительство девятиэтажного общежития коридорного типа на 800 мест. Алексей Русских и Андрей Кутепов идею поддержали. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ. Также сенаторы посетили несколько учреждений здравоохранения. Это центр специализированных видов медицинской помощи, центральную городскую клиническую больницу. Обсуждали уже проделанный ремонт в некоторых отделениях и дальнейшие обновления. Моя коллега с места событий. Сколько сейчас по времени занимает? Один анализ с подготовкой минут 10-15. Потому что надо открутить, посмотреть, что может произойти сбой, так как аппаратура уже старая. Аппаратура старая, поэтому приходится делать все вручную. Свыше 82% оборудования Ульяновского областного кардиологического диспансера изношено. Парк УЗИ аппаратов здесь обновляли еще в 2012 году по программе модернизации здравоохранения. Но амортизация и большой поток пациентов вывели из строя один аппарат. Да и срок эксплуатации техники подошел к концу. Сейчас исследования приходится проводить на УЗИ аппарате среднего класса. Да и тот наладан дышит. На сегодняшний день наиболее актуальный, это, конечно, УЗИ аппарат экспертного класса. Причем стационарный, портативный. Это лабораторное оборудование. И мы собирали коммерческие предложения, даже 6 коммерческих предложений. Но это где-то 13 миллионов 800. Вторая серьезная проблема, летящая с фасадов зданий штукатурка. Изношенность корпусов составляет 97%. Все помещения больницы требуют серьезного капитального ремонта. Цена вопроса почти 150 миллионов рублей. Здание было построено в 1967 году. Ход способом, водительским составом. Принадлежало оно департаменту автомобилестроения. Нам оно было передано в 2008 году. И, соответственно, только в 2010 году по национальному проекту здравоохранения выделялось небольшое количество денег, то есть 700 тысяч рублей на переход. Помочь привлечь финансы для медучреждений здравоохранения приехал сенатор Сергей Рябухин. В эти дни в регионе проходит заседание Комитета Совета Федерации по экономической политике. Своё крепкое плечо региональной сфере здравоохранения Рябухин подставил еще в 2018 году, когда возглавил чрезвычайную комиссию по изучению ситуации отрасли. Нужно просто пакет заявочных сформировать. Поэтому я думаю, что по итогам этого осмотра, беглого такого объезда, мы будем докладывать на комитете эту ситуацию. Будем просить поддержки профильного комитета, чтобы в итоговом документе эти пункты были записаны. Финансовые поддержки в несколько миллиардов требуют и строительство нового лечебно-диагностического корпуса БСМП. Здание, рассчитанное на 250 коек, должно соединить первый и третий корпуса больницы. Новая постройка создаст единый медицинский городок с вертолетной площадкой для санавиации. Если проект будет развиваться и позволят планировочные решения, естественно, средства, можно соединить наземными переходами с детской областной больницей. То есть банально поступает роженица, она может бортом, и не надо двумя улицами ее везти в перинатальный центр. Земельный участок под строительство есть. К разработке проектной документации приступят, как только выделят финансирование. Тем временем первый транш денег – более 280 миллионов рублей – пустили на строительство детской инфекционной больницы на территории ЦГКБ. Предварительные работы уже начаты, то есть забор сделан, территория подготовлена. На следующей неделе, сейчас, в настоящее время, прокладывается отдельная дорога для проведения тяжелой техники, чтобы не беспокоить наших пациентов. И на следующей неделе планируется уже подготовка котлована. Больница общей площадью в 17 тысяч квадратных метров будет пятиэтажной и на 100 коек. Чтобы объект таких масштабов уместился, пришлось пожертвовать не одной сотней деревьев. Как оказалось, высокий гостей больше всего интересовал вопрос компенсационной посадки. Все-таки детская больница, мне кажется, и два десятка деревьев – это несколько разные вещи. 200 посадок. Во-вторых, действительно, в рамках благоустройства, мне кажется, можно прекрасно этот вопрос компенсировать. Всего на строительство больницы заложено свыше 2,5 миллиардов рублей. Из них почти 2 миллиарда – деньги из федеральной казны. Ринат Алиулова, Владимир Куликов, Улправда ТВ. В Ульяновской области увеличится производство автобусов на экологически чистом топливе. Одним из ведущих производителей является СИМАС. Производство посетил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. Его визит в регион направлен на улучшение экологической ситуации в области. Сейчас коллегиально разрабатывается документация для реализации проектов. Об этом министр заявил на совещании в правительстве. У нас, вы знаете, есть такой проект «Чистый воздух». 12 городов туда входит, загрязнители. И одной из моих поддержек, которую мы осуществляем, это в том числе покупка автобусов для того, чтобы они осуществляли, условно, на маршрутах, на экологическом топливе. Первая партия автобусов на сжиженном природном газе уже почти готова к выпуску. СИМАС планирует увеличить объем производства до полутора тысяч автобусов в год. Модельная линейка будет включать в себя низкопольные автобусы средней и большой вместимости. Их комплектация полностью отвечает запросам пассажиров, ремни безопасности, откидная спинка, откидные столики и даже USB-разъемы. Ведущую часть составляет автобусы на сжиженном и сжатом природном газе. Его преимущество перед бензином и дизелем в том, что вред природе и экологии минимальный. Современные и удобные жители села Сосновка Корсунского района с нетерпением ждут открытия нового детского сада. В учреждении смогут принять 55 воспитанников. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских в рабочие поездки в муниципалитет заехал в населенный пункт. Новый садик в Сосновке Корсунского района ждут с нетерпением. Пока родители вводят детей в другие садики, однако они не соответствуют современным требованиям. После строительства нового дошкольного учреждения на 55 мест старые садики закроют. Строительную площадку посетил глава региона Алексей Русских. Он пообщался с подрядчиками и родителями. Строительство завершено на 55%. Подрядчики отстают от графика на месяц. Была приостановка работ в прошлом году на месяц, потому что была обнаружена водяная линза при организации фундамента. И было присмотрено, то есть МТБС-ки другого типа, перезаказ произошел. Также работы не проводились несколько недель зимой из-за очень низких температур. Тем не менее, как отмечают в Минстрое, это не помешает сдать объект в срок. Как вы видите сроки окончания работы, когда будем сдавать? Мы ставим для себя график конец августа. Надеемся, что выйдем на этот срок. Конец августа? По графику первые дни. Конец августа сколько вам осталось? По графику у нас октябрь. Нагоните? Будем стараться. В небольшом здании будет все для удобства малышей. Просторные группы, актовый зал, площадки для дневных прогулок. Детский сад станет структурным подразделением Сосновской средней школы. Строительство ведется в рамках нацпроекта образования. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Также Алексей Русских поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Перед торжественной частью глава региона посетил пансионат для граждан пожилого возраста «Серебряный рассвет» в поселке Языково Корсунского района. Здесь же прошло награждение лучших специалистов отрасли. На сегодняшний день в регионе открыто 38 государственных учреждений соцобслуживания и детских домов. Своё призвание в этих организациях нашли больше 6 тысяч специалистов. Это те люди, которым ещё при жизни надо ставить памятник. Они обладают такими качествами, которые свойственны не каждому человеку. Это и терпение, и любовь к людям, и внимательность. На самом деле, не каждый мог бы работать в вашей профессии. Сейчас разрабатывается закон о статусе соцработника. В документ включены меры соцподдержки. Единовременная выплата при переезде специалистов в сельскую местность. Страхование жизни и здоровья сотрудников. Компенсация оплаты съёмного жилья в течение года. В ближайшее время законопроект будет принят. На радость пациентам в Ульяновском центре профессиональной патологии закупили новые спортивные тренажёры для занятий ЛФК. В этом вопросе финансово поддержал депутат Государственной думы Владислав Третьяк, что привёз легендарный хоккеист в материале Ринаты Алюловой. Планов много, не всё, не всё, на всё денег хватает. Понимаете, мы и так живём под самым. Но мы идеи вам будем подбросить. Но мы идеи хорошие подбросить. Спасибо вам. Охотно вступает в диалог и выслушивает идеи. Для депутата Государственной думы Владислава Третьяка двери Ульяновского центра профпатологии всегда открыты. С 2017 года легендарный хоккеист помогает оснащать зал лечебно-физкультуры больницы необходимым инвентарём. И на этот раз приехал не с пустыми руками. Просто люди заслужили, поэтому, конечно, я не мог плохое что-то купить. И всё, что главный врач Елена Юрьевна попросила, я исполнил. Я думаю, дальше будем дружить, потому что мы делаем общее дело. Мы заботимся о здоровье наших людей. Это самое главное. К уже имеющейся беговой дорожке или псусиловой станции добавились грибной тренажёр, ещё одна беговая дорожка, бодибары и новая партия фитболов. Кабинет очень изменился. Когда я впервые здесь была, во-первых, тренажёров таких вообще не было. Да я, в общем-то, не ожидала. Но думаю, со временем, возможно, что-то изменится. И вот изменения произошли к лучшему. Я очень рада. В зале ЛФК центра групповые занятия под присмотром специалиста проходят два раза в неделю. Заниматься самостоятельно можно постоянно. Причём не только в помещении, но и на свежем воздухе. В помощь антивандальные тренажёры, купленные ещё в первый приезд ретиком и новый теннисный стол. В прошлом году мы заасфальтировали территорию за счёт средств областного бюджета. И сейчас мы сделали новый терринкор. То есть вся территория центра, она представляет собой пешеходную дорожку, по которой, продвигаясь наши пациенты, понимают, в каком объёме они сделали, сколько шагов, в какое расстояние они прошли. Во время очередного визита депутат Госдумы также прошёлся по отремонтированному в этом году стационарному отделению больницы. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. В Ульяновске прошла 34-я конференция Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие более 100 делегатов. Какие вопросы обсудили на конференции, смотрите в материале Ирины Антоновой. На 34-й конференции регионального отделения партии «Единая Россия» прежде всего озвучили итоги предварительного голосования по отбору кандидатур для последующего выдвижения на выборах осенью этого года. Праймерис проходил с 24 по 30 мая в онлайн-режиме во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в Ульяновской области. Так, в 188-м Радищевском одномандатном избирательном округе люди поддержали Владислава Третьяка. За него проголосовало почти 40 тысяч избирателей. Мы уже договорились, что все программы по всем направлениям, которые нам нужны для Ульяновской области, я буду сопровождать, буду помогать на самом высоком уровне. И, конечно, моя главная задача – служить людям, то, что я буду делать и то, что я умею делать. По итогам голосования в Ульяновском 187-м одномандатном округе победу одержал Владимир Кононов. За него проголосовало более 17 тысяч избирателей. Все-таки у депутата, у каждого руководителя есть все равно своя тема, своя грядка, которую он должен окучивать лучше всего. Вот это все, что связано с современной промышленностью, с современным сельским хозяйством, с внедрением наукоемких технологий в производство, инвестиции, инновации и создание новых рабочих мест, а значит повышение зарплаты. Окончательные списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуме, утвердят на 20-м съезде партии в Москве. В начале июня была проведена большая работа по разработке предвыборной программы. На конференции ее представил член президиума регионального полицовета Сергей Морозов. Наша программа действительно народная программа, разработанная кандидатами от Единой России. После каждой встречи мы собирались и обобщали, что говорили люди, на что они обращали наше внимание, чем они были недовольны, где требуется навести порядок с точки зрения справедливости, а кому-то просто оказать практическую помощь. Предвыборная программа включает вопросы развития местного самоуправления, дорожной инфраструктуры, комфортной городской среды, рост количества бюджетных мест в вузах, повышение статуса многодетных семей и многое другое. Секретарь регионального отделения партии Василий Гвоздев сообщил, что 10 июня дан старт большой отчетной кампании «Единой России». Более 1200 депутатов выйдут к жителям региона для того, чтобы отчитаться о своей работе за свой рабочий период. Ну и самое, конечно, главное, мы не просто расскажем о ключевых делах, напомним о проектах, которые мы реализовали вместе с Сергеем Ивановичем Морозовым на территории Ульяновской области за последние пять лет, но мы, конечно, и соберем новые поручения, новые наказы, которые станут основой программы партии, с которой мы пойдем на выборы на сентябрь 2021 года. Отчетная кампания пройдет до 10 июля. В ней примут участие депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания, органов местного самоуправления. Ирина Антонова, Герман Баранов, Уллправда.ТВ Православные отметили один из наиболее значимых праздников Нового Завета – Вознесения Господня. По истечении 40 дней после воскрешения Иисус Христос вознесся на небеса в Царстве своего Отца Бога. В честь этого события в Свято-Троицком кафедральном соборе Барыша праздничную литургию возглавил епископ Барышский Инзинский Филарет. Барыш встречает Вознесение Господня переменчивой погодой. А в Свято-Троицком кафедральном соборе, который находится в завершающей стадии глубокой реконструкции, вновь обновка – новые входные двери. Людей в храме немного, и все они в средствах индивидуальной защиты. 40 дней после своего воскрешения из мертвых Иисус Христос пробыл на нашей грешной земле. Он выполнил свою земную миссию, которую на него возложил Его Отец Небесный. Своими страданиями Он спас душу людей от гигиены огненной. Ходил, проповедовал, вразумлял наших предков, селил в души людей искреннюю веру в Единого Господа. А когда пришло время, собрал своих учеников на склоне Гелионской горы и повелел им идти проповедовать Евангелие по всему миру. После чего на глазах апостолов вознесся на небеса. Вознесение для верующих – это подтверждение богочеловечности и надежды на воскрешение души и тела. Воистину, в сей праздник находился и приходится как раз после того, как Господь 40 дней пребывает среди своих учеников, возвещая им истины небесного царства. Открывая нам тайны, которые нам необходимо нести. И на этих тайнах основаны наши нынешние и сегодняшние церкви. Вознесение Господне празднуется 10 дней. Уже 20 июня церковь отметит День Святой Троицы – Пятидесятница. А вот для Свято-Троицкого кафедрального собора Барышской епархии это будет уже 267-й престольный праздник. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Унправда ТВ. С 12 по 20 июня в усадьбе семьи Ульяновых пройдет фестиваль оркестров народных инструментов. Событие посвящено 160-летию со дня рождения Василия Андреева, создателя первого в истории русской культуры оркестра народных инструментов. В День России 12 июня в 18.00 пройдет концерт «Золотые голоса России». С Ульяновским государственным оркестром русских народных инструментов под управлением главного дирижера Артема Белова выступят солисты Майя Балашова, народный вокал «Нижний Новгород» и Максим Павлов, тенор «Москва». 12 числа откроет наш фестиваль «Большой сводный оркестр», состоящий из порядка 60-70 музыкантов. Это и выпускники разных лет Ульяновского музыкального училища, которые сейчас проживают в разных регионах нашей страны. Это и педагоги детских музыкальных школ и школ искусств Ульяновская, это и музыканты, артисты разных ансамблей, скажем так, в муниципальных образованиях есть коллективы, среди которых есть музыканты, скажем так, достаточно серьезного квалификационного уровня, и они с радостью согласились принять участие в нашем оркестре. Это, скажем, музыканты из Димитровграда, железнодорожной Майны, Павловки. Вход на концерты фестиваля для детей до 16 лет включительно свободный. 11 июня в Ульяновской области ожидается переменная облачность, местами возможен дождь с грозой. Днем температура воздуха составит 22 градуса. Ветер северо-восточный 3,7 метра в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова